Я тебе отправил видео с GTR Посмотри, пожалуйста, что-то мне в нём перестало нравиться Простите, я немножечко занят Я понимаю, что это не очень правильно У нас есть небольшая проблема Всем привет! Меня зовут Гурам и добро пожаловать на канал DSC Off В прошлой серии мы показали вам настройку моего GTR Он показал 990 сил и 1200 ньютон-метров крутящего момента За это хотим сказать спасибо команде Гоши Турботех Но мы не будем ограничиваться лишь тюнингом двигателя и коробки передач Мы хотим сделать GTR красивым В случае представительницы прекрасного пола Максимальное внимание всегда привлекает душа Ну а в случае машин это колёсные диски Их мы и поедем выбирать Каждому быстрому и каждому красивому автомобилю Просто жизненно необходимы хорошие красивые колёса Тем более в случае с моим GTR, который показал 990 лошадиных сил Вопрос реализации этих коней встаёт особенно актуально То есть нужны хорошие колёсные диски и хорошие шины Мы начали с колёсных дисков И специально для того, чтобы их выбрать Заехали в компанию Wheels Boutique Последние прислали мне десятки вариаций дисков, которые подойдут для Nissan GTR Но я остановился на трёх основных рисунках колёсных дисков Это классические пятиспицевые колёса Это, можно сказать, классические многоспицевые колёса И это BBS стайл колёса Аккуратно, а что ж всё такое прямо серое? Вот, вот, нормальный диск Вот, смотри, вот это Уберите этого колхозника Друзья мои, объясняю Для каждого вида автомобиля есть подходящий рисунок колёсных дисков И те колёса, которые сейчас пытался мне представить Дёма Это колёса, которые подойдут на Rolls-Royce, на Bentley, на Range Rover Такие тяжеловесные, неторопливые автомобили А на спортивные автомобили подойдут как раз-таки вот такие колёса Которые вряд ли вы поставите, например, на Maybach Все эти три колеса – это продукты российской компании Beneventi И у вас появляется закономерный вопрос Гурам, а почему ты не заказал колёсные диски BBS, ADV-1, HRE и прочих именитых брендов? Почему? Нам поможет разобраться Евгений Жень, вопрос в стиле Юрия Дудя Три причины, почему человек должен заказывать эти диски, а не именитых производителей прямо сейчас Первое – Гурам – это цена Так Второй момент – то, что мы можем произвести наши автомобильные диски под любой автомобиль, по любым параметрам Так И третье – это гарантия, она составляет 3 года А из чего вы делаете диски? Из авиационного сплава алюминия 6061T6 То есть это кованый алюминий? Совершенно верно Ну, давайте раскроем первый параметр, который всех будет интересовать в первую очередь Это, конечно же, цена Комплект колёс, вот любых из этих трёх, встанет мне примерно от 200 до 250 тысяч рублей В сравнении с комплектом колёс, например, BBS, HRE, ADV-1, которые начинаются от 450 тысяч рублей до 550 тысяч рублей То есть я экономлю в два раза Нищеброд Слушай, надо же где-то экономить, чтобы хватало на бензин для GTR Посмотрев на все три колеса вживую, я понял, что классические многоспицевые мне не очень нравятся Поэтому выбор будет между классическими пятиспицевыми и BBS Style Как я буду выбирать? Как же мне сделать этот выбор? Самое основное, это, конечно же, масса колёсных дисков Я уже объяснял, что неподрессоренные массы в автомобиле очень важны В случае с GTR двигателю придётся раскручивать четыре колеса И чем колёса легче, тем легче двигателю это делать Поэтому, что мы сейчас делаем? Взвесим эти колёса Что мы имеем? Пятиспицевый колёсный диск весит 14,5 килограмм Это немало Это немало Давай попробуем BBS Style, сколько весит Честно вам скажу, я склоняюсь в сторону BBS Если он сейчас будет ещё и весить меньше, то 100% мой выбор определён Ну, слава тебе, господи Один C1 килограмма Прилично легче получается BBS Style диск И я думаю, что, в общем-то, мой выбор очевиден Я выбираю эти колёса Они у вас есть в наличии сейчас? Все четыре? Да Принеси, пожалуйста, я хочу посмотреть на них все четыре Ну что, я счастлив Мы подобрали колёса для GTR Они лёгкие, они очень красивые И дело остаётся за малым Подобрать соответствующие шины Чем мы сейчас как раз и займёмся Ну чё, Гуран, как тачка? Просто огонь! 900 лошадиных сил Мы сегодня поехали поменять шины на GTR И вроде как ничего такого Но нам попалась сухая дорога Солнечная погода И кажется, мы слегка превысили скоростной режим И в связи с этим У нас есть небольшая проблема Это какая? Гуран, ну опять вот эта вот ситуация Ну блин, я тебя просил не топить Ну я всю зиму ждал Всю зиму ждал машину Всё, иди снимать Гуран, что с резиной? Макс, резина в аптеке, а у нас шины Кстати о шинах Мы приехали к моему другу Илье в Юнит И Илья нашёл мне очень оперативно Те самые шины, которые мне были нужны Но прежде давайте немножко окунёмся В техническую информацию И поймём, как вообще нужно с головой менять шины Во-первых, очень важный момент Оставить размер колеса прежним Относительно заводского О чём я говорю? Есть диаметр колёсного диска Есть профиль шины Есть общий диаметр колеса Так вот, когда у вас полноприводный автомобиль Очень важно не нарушать работу полнопривода А полнопривод рассчитан под определённый диаметр колеса И когда вы подбираете шины, например, шире То вы должны подобрать и профиль другой Чтобы у вас общая величина колеса осталась прежней Сейчас я не буду считать с калькулятором Как мы считали мощность во время замеров Я просто сделаю вуаля И здесь появится вся размерность Ты же сможешь это сделать? Зачем вообще в моём случае было менять размерность шин? Ну, во-первых, я поменял колёсные диски Они теперь у меня такие красивые Такие модные Но заднее колесо, задний диск Стал шире на 1 дюйм Это означает, что нужно было подобрать шину Которая гармонично смотрелась бы На более широком диске Но и это ещё не всё Как вы знаете, мы увеличили мощность В машине теперь 990 лошадиных сил И порядка 1200 ньютон-метров Крутящего момента И чтобы эту колоссальную мощность И колоссальный крутящий момент реализовывать Нужны хорошие широкие шины Буран, погоди Можно вот всё то же самое Только попроще немножко? Нифига не понятно Хорошо, давай я попытаюсь объяснить Простым-простым языком Вот все мы проходили в школе физику Не все, может быть, её любили Но все помним простой принцип лыж Почему лыжи не проваливаются в снегу? Потому что у них большая-большая площадь Которая позволяет удерживать себя на поверхности То же самое может случиться с вашим колесом Если вы бездумно увеличите его ширину Вам будет казаться, что большое пятно контакта Это круто, но это не так Потому что давление на квадратный сантиметр этого пятна контакта уменьшится Поэтому увеличивать шины нужно с головой А потом уже играть не с шириной колеса А именно с компаундом, с самой шиной Выбирать шины другого типа Полуслики, слики И только таким правильным путём Добиваться реализации мощности и крутящего момента И это как раз является вторым пунктом Подбор шин Это была целая головная боль Я взорвал себе весь мозг Потому что все владельцы ГТРов Мощностью более 700 лошадиных сил Делятся на два лагеря Первый признаёт шины Тойо Р88Р Это полуслик У него есть хорошие стороны Например, зацеп по прямой Но есть куча недостатков Во-первых, очень быстро изнашивается Во-вторых, на треке, на гоночном кольце он никакой И в-третьих, в мокрую погоду, на мокрой дороге Это прямой путь к аварии Есть вторая группа, которая считает, что нужно оставаться в рамках Мишлен И предлагает Мишлен Пилот Спорт Кап 2 Именно те шины, которые и выбрал я Поскольку они не сильно проигрывают Тойо по зацепу на прямой Выигрывают у Тойо по зацепу на кольце А самое главное, они дают большое преимущество в мокрую погоду Поэтому я остановил свой выбор на шинах Мишлен Пилот Спорт Кап 2 И благодаря Илье из Юнита Эти шины у меня появились практически сразу Хотя и размерность не самая популярная А с этими шинами-то что не так? С Данлопом? Да Но я разрешаю выставить тебе их на Авито Поскольку после 600 лошадиных сил они не работают Я не буду этого делать, потому что Авито нам не заплатило Здесь могла быть ваша реклама Хорошо, ну а переобуем машину, а дальше-то что? Дальше Я встану на колени и буду молить Бога Ай, это было больно Я буду молить Бога, чтобы погода была максимально теплой И чтобы мы поскорее могли уже выехать И наказать какой-нибудь литровый байк Субтитры сделал DimaTorzok После установки колесных дисков и шин Вы, наверное, подумали, что мы поехали гонять Но мы не поехали Потому что на улице еще слишком холодно И потому что это нужно делать в специально отведенных местах Сейчас мы двинем в другое место, где оклеим наш ГТР Субтитры сделал DimaTorzok Мы продолжаем наводить марафет с малышкой Gigi Почему малышка Gigi? Потому что один из подписчиков написал мне в инстаграме Почему бы не назвать ГТР Gigi Ну, теперь я буду называть эту девочку малышкой Gigi И мы заехали в Styled И здесь мне оклеивают машину, тонируют ее И после этого она уже будет полностью готова Поехать на выставку Мотовесна Субтитры сделал DimaTorzok Че ты такой серьезный? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а я не могу не показать, что же мы сделали с автомобилем Как мы его разукрасили, можно сказать Чтобы на Мотовесне все узнавали наш канал DSC Off Во-первых, мы нанесли огромную наклейку на капот С нашим логотипом DSC Off Две наклейки по одной на каждое крыло Слева и справа DSC Off здесь Пойдем еще назад Мы, конечно же, не смогли не уважить тех людей И ту команду, которая создала мой ГТР И сделала его таким мощным Это команда Гоша Турботех И наклейка Гоша Турботех Красуется теперь на заднем бампере Рядом с надписью GTR Ну и, конечно же, у меня делается прямо сейчас Тонировка всех стекол Я понимаю, что это не очень правильно Но задние стекла я в любом случае оставлю тонированными А вот боковые, возможно, после выставки сниму Потому что мы же не нарушаем правила дорожного движения Различные люди вокруг меня советуют мне А. Либо покрыть автомобиль бронепленкой Б. Либо покрыть автомобиль керамикой И. С. Есть еще и третья группа людей Которые говорят вообще ничего не делать И просто перекрашивать автомобиль Раз в год, раз в полгода максимум Леш, у тебя есть 40 секунд Объясни, почему я должен выбрать полиуретан Всем привет! У нас есть три основных плюса По которым можно отметить полиуретан Первый плюс у нас Это постоянная эластичность материала То есть, грубо говоря, в температурном диапазоне От минус 40 до плюс 40 У нас одинаково мягок всегда и эластичен Второе, это у нас самовосстанавливающийся слой То есть мы не видим царапинок на кузове У нас он всегда гладенький и ровненький И. Третье, это у нас энергоемкость материала Что это значит? Это значит, что у нас материал равномерно распределяет энергию удара А, школы если идут Да, если у тебя прилетает камушек От тебя в лакрачное покрытие То пленочка, она распределяет эту энергию И у тебя не образуются сколы Ну, в принципе, доступно Объяснил Есть еще, на самом деле, четвертый большой плюс Это скидка, которую мне сделает Алексей Ты ведь сделаешь? Конечно Конечно И всем сделает, кто приедет к Алексею И скажет, что он от Гурама Он всем сделает определенную скидку Да, будет скидка Друзья, но, тем не менее Я все еще метаюсь в сомнениях Напишите в комментариях Что же мне выбрать? А мы поехали на мотовесну Мы сделали И сделали мой ГТР красивым Мы его обклеили Надели на него новые колесные диски Затонировали его И потом растонировали В смысле? Ну, получилось все так Я приехал в четверг на мотовесну Поставить машину на наш стенд ДСЦ Офф И потом два часа ходил вокруг машины И не мог понять, в чем же проблема Что мне в ней перестало нравиться Я решил обратиться к Гоше за советом И отправил ему такое звуковое сообщение Гоша, здоров Я тебе отправил видео с ГТРом Посмотри, пожалуйста Что-то мне в нем перестало нравиться Мне нужен был братский совет Что ответил мне Гоша? Потом я понял, что это все-таки тонировка И отодрал ее к чертовой матери Ну а вообще Мы экспонируемся на мото весне И у вас возникает резонный вопрос Что мы здесь делаем Тем более, что у нас автомобиль А не мотоцикл На то есть ряд причин Во-первых, как вы уже поняли Я вовсю вливаюсь в мотоисторию И скоро буду сдавать экзамен на мотоправа А дальше уже начну ездить А потом, кто знает Может быть, начну снимать и тест-драйва А во-вторых Я хочу вам сообщить радостную весть О том, что канал ДСЦ Офф Является генеральным партнером Чемпионата России по стандрайдингу Поэтому все те, кто придут посмотреть На этапы Чемпионата России по стандрайдингу Увидят наш, наш стенд И, возможно, еще и наш ГТР Ну а теперь, простите, я немножечко занят Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, у нас субботний день мотовесны приходит к концу На удивление для меня было огромное количество подписчиков Которые подошли, сфотографировались Выразили респект, поддержку Нашего нового канала Поэтому всем им большое спасибо Ну и, наверное, резонный вопрос, который у вас возникает Что делает на моем стенде BMW литровая HP4 Если не ошибаюсь, в котором 200 лошадиных сил Так вот, это будет соперник для моего ГТР В котором 990 лошадиных сил И у ГТР есть небольшие шансы Противостоять этому красавцу от BMW Каков будет результат заезда Вы узнаете весной на канале DSC Off Гурам, а что ты думаешь об этой выставке? Выставка классная Самая большая мото-выставка, насколько я знаю, в России Проходит, собственно говоря, весной Как вы уже понимаете Есть куча редких мотоциклов Спортивных мотоциклов Есть шоу-программа Ну и вообще здесь такая атмосфера весны Такая сильная и такая мощная Что забываешь, что на улице минус 10 И о весне вообще пока даже не стоит просто думать Выставка мото-весна завершилась И подарила нам кучу положительных эмоций Мы хотим выразить благодарность Организатору Дмитрию Хитрову А также хотим напомнить вам, наши дорогие подписчики Что мы запустили конкурс Условие очень простое Вам нужно в комментариях к видео Угадать марку, модель и цвет мотоцикла Который я себе подобрал В прошлом видео написали порядка 4 тысяч комментариев И двое даже угадали Но у вас все еще есть шанс выиграть сертификат На 50 тысяч рублей для покупки мотоэкипировки Подписывайтесь на канал Это обязательное условие Ставьте лайки, колокольчики С вами был Гурам Канал DSC OFF И до новых встреч После установки колесных дисков и шин Вы, конечно, ожидаете, что мы поехали отжигать Отжигать После... Зачем я хлопаю? Мы не знаем Все, все, тихо Давай Все, тихо, 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 тихо... Все, тихо, 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 тихо...